О том, как открыть свое дело, узнать историю успеха и самые актуальные новости в сфере малого предпринимательства Самарской области. Обо всем этом вы узнаете от нас в эфире программы «Свое дело» и с вами я, Анна Махова. В небольшом помещении кипит производственный процесс. Горнолыжный снаряд с малознакомым названием «Сноубайк» на российском рынке – вещь новая и пока неизведанная. Конструкция сильно похожа на велосипедную раму, то есть также два треугольника здесь сделаны, есть педали, правда, педали, они как бы не крутятся, в смысле для того, чтобы двигаться. То есть только для того, чтобы ноги можно было поставить куда-то, когда поднимаешься или когда скатываешься. Есть также седло, руль, то есть здесь в принципе то же самое, мы берем готовые велосипедные компоненты, то есть рули, выносы и так далее. Дальше немножко поинтереснее, то есть вот эта жесткая нога, ее можно вытащить и поставить уже амортизирующую вилку. То есть если человек купил себе сноубайк, например, и ему хочется как-то немножко прокачать его, так скажем, и кататься более прогрессивно, то есть он ставит себе амортизирующую вилку и уже больше комфортом катается. Впрочем, из незнакомого лишь названия. С виду сноубайк – это обычный велосипед, разве что вместо колес – лыжи. За рубежом таким снаряжением уже не удивишь. Как бы, ну как велосипед, только у него лыжи вместо колес. То есть он служит для того, чтобы кататься с горки по снегу, как на сноуборде или на горных лыжах. Малознакомый сноубайк сегодня еще для многих не так прост, как кажется. На российском рынке он появился недавно. И пока заморская диковинка вызывает много вопросов. В России даже не все горнолыжки пока еще пускают сноубайки, потому что они боятся, что будет какое-то столкновение. Как бы это будет, ну, плохой опыт для горнолыжного комплекса. Вот. Поэтому популяризация достаточно медленно идет. Максим Гнедов – один из тех, кто спешит развеять страхи и сомнения. Сам о таком снаряжении парень узнал много лет назад из интернета. Впрочем, тогда это открытие его не зацепило. На тот момент ему в экстремальном спорте хватало других открытий. Я катался достаточно долго на сноуборде, почти 8 лет, наверное, даже если больше, если не больше. А потом мне стало скучно, я начал искать и решил попробовать горные лыжи. Покатался на горных лыжах два сезона. Ну, тоже как-то все выжило, можно сказать. Единственное, какую-то сложную акробатику не делал на больших трамплинах. Но, в общем, покатался и как-то надоело в определенный момент. Тогда-то Максим и вспомнил про сноубайк. Правда, приобрести его в Самаре оказалось миссией невыполнимой. В России их практически не продавали на тот момент. Это было года, наверное, три назад, если не больше. Решили сначала сделать сами себе и начали кататься. Вместе с такими же молодыми отчаянными ребятами, как он сам, Максим создал свой сноубайк. На нем экстрималы начали покорять самарские снежные вершины. И, конечно, спускаясь вниз по горке, меньше всего они думали об открытии своего дела. Мы сначала сделали такие комплекты, которые нужно было вместо колес ставить на реальную раму велосипеда. Мы катались, попробовали. Ну, то есть это для нас было такое некоторое хобби. Мы с командой катались с ребятами. И очень много было внимания на огромном склоне. То есть все там подходили, спрашивали, как тормозить, где педали и все такое. Спрос рождает предложение. Нескончаемые вопросы любопытных прохожих привели к мысли, что хобби может стать своим делом. Я вообще в разных сферах успел поработать за свою жизнь. И промышленным альпинистом, и строителем. То есть у меня строительное образование. Но всегда как-то параллельно были свои проекты. И в какой-то момент просто решил, что нужно уже закончиться работать на кого-то. Надо работать на себя. С производственной частью сложностей не возникло по образованию. Максим инженер. Создавать вещи своими руками для него само собой разумеющиеся. Даже оборудование, гналыжный пресс, под которым создается лыжня, и тот вместе со своей командой Максим собрал сам. Заказывали раму специальную, просчитывали, чтобы она прочность выдерживала. Делали пресс-формы, то есть вот эти вот. Ну и там пневматическая начинка есть, которая надувается компрессором. Не хватало теоретических знаний в предпринимательской сфере. За ними Максим отправился в федеральную программу «Ты предприниматель Самарской области». Не хватало теоретических знаний некоторых. То есть я как бы такой из практик больше. То есть вместо того, чтобы заранее все посчитать и продумать, я быстрее сделаю. И потом уже думаю, надо было все заранее посчитать. Помимо знаний, парень выиграл грант, на который закупил оборудование. Сегодня Максим в начале своего пути признается, что еще многое в производстве сноубайков надо доработать. Ни один сезон понадобится, чтобы это горнолыжное снаряжение стало популярным в губернии и за ее пределами. Но самый главный шаг уже сделан. Страхи позади. Максим точно знает, что нашел свое дело, а значит достигнуть поставленных целей в нем уже вопрос времени.